Спасибо большое Юрию Пичугину за его выступление, за рассказ и за то, что он делал последние 40 лет. Потому что ученому нужна очень большая смелость для того, чтобы идти против научного эстеблишмента, который говорит, давайте заниматься теми проблемами, которые могут дать результат в ближайшие 1-2 года. Когда у нас есть текущий грант, когда у нас есть возможность сделать публикацию. И давайте оставим те проблемы, которые требуют 40 лет для своего решения на будущее. С нами сегодня нет одного из деятелей российского иммортализма. Нету, потому что он находится в Челябинске. Но я хочу его вспомнить. Это Игорь Вишев, философ, который еще 40 лет назад начал заниматься проблемой бессмертия. Несмотря на то, что он еще в юном возрасте потерял зрение, он защитил для диссертации кандидатскую и докторскую на тему человеческого бессмертия. Он боролся и с диссертационными советами, и с научными руководителями за то, чтобы поставить вообще вопрос о бессмертии человека. Ему не давали это делать, говорили, выбери какую-нибудь простую и понятную. Он выбрал тему по философии, какую-нибудь привычную всем и безопасную, но бессмысленную тему. Тем не менее, он выбрал тему бессмертия, и 40 лет ее развивал и мотивировал огромное количество людей на философский поиск в этом направлении. Точно так же Юрий Пичугин, не обращая внимания на то, какие темы являются проходными, занимался тем, что по-настоящему важно. Есть очень много проблем в обществе, которые, чтобы решить, требуется очень большое мужество. И нам тоже нужно большое мужество, чтобы говорить о продлении жизни, потому что в обществе не принято об этом говорить. А не принято почему? Потому что это связано со темой смерти. Тема смерти одна из наиболее сильно табуированных, то есть запретных в обществе тем. Попробуйте в приличном обществе спросить людей, когда вы собираетесь умереть, как вы собираетесь умереть, какие у вас планы на случай своей смерти, что вы сделали для того, чтобы предотвратить свою смерть. И ответом вам будет непонимающий взгляд, возможно, усмешка, возможно, попытка обратить это в шутку. Потому что некоторые темы люди боятся настолько сильно, что даже предпочитают о них не говорить. Мы предпочитаем об этом говорить, потому что у нас есть смелость, у нас есть смелость сказать о том, что есть проблема смерть, и мы готовы попытаться решить, несмотря на то, что нет гарантии. Мне рассказали одну историю о том, почему Джордж Сорос не занимается продлением жизни. Он, в принципе, общался с людьми, которые работают в геронтологии, которые являются имморталистами. Но когда ему сказали один другой знакомый его миллиардер, основатель Фейсбука и Пейпел, Питер Тыль сказал, Джордж, а почему бы тебе не вложить несколько десятков или сотен миллионов долларов на продление жизни? И тот сказал, ты знаешь, я, скорее всего, не доживу, доживет только мой сын. И мне бы не хотелось, чтобы так получилось, что мой сын дожил и живет неограниченно долго, а я нет. И поэтому таким образом он отмазался решением этой проблемы для себя и принял ту ситуацию, которая есть. И тот же самый выбор делает постоянно огромное количество других людей, когда они говорят, купить новую машину, новую квартиру, найти новую девушку или нового молодого человека для меня важнее, чем выживу я или нет. И нам, имморталистам, это кажется очень странным, потому что приоритет номер один – это собственная жизнь. Есть приоритет номер два, и об этом приоритете расскажет следующий, наш выступающий. И это выступление будет ответом на частное обвинение, которое мы слышим, обвинение в эгоизме. Имморталистов обвиняют в эгоизме, говорят, вы думаете только о себе, вы боитесь смерти, вы пытаетесь что-то сделать для себя, но имморталисты вынуждены беспокоиться о своей планете и о целой вселенной, потому что если мы собираемся жить неограниченно долго, то нам не все равно, погибнет планета или нет, упадет ли на нее метеорит, произойдет ли извержение супервулкана. И человек, который будет выступать в следующем, это человек, который беспокоится именно о таких вещах. Как сделать, чтобы вся наша цивилизация не погибла? В прошлом были ситуации, когда целые, не то что виды, роды животных, семейства животных погибали, вымерли динозавры, от них ничего не осталось практически, кроме каких-то костей. И как сделать так, чтобы человечество не постигло та же самая участь? Следующий наш выступающий, это Алексей Турчин, специалист по глобальным рискам и выживанию человечества. Алексей, пожалуйста. Здравствуйте, дамы и господа. Действительно, если мы хотим достигнуть бессмертия, это должно быть не только личное бессмертие, это должно быть бессмертие всей цивилизации. То есть наша цивилизация должна поставить задачу своей неуничтожимости для того, чтобы существовать вечно. Потому что индивид не может существовать без какой-то поддерживающей его системы, то есть какой-то цивилизации, сколько бы там ни было членов существ. Таким образом, мы должны посмотреть, какие риски угрожают существованию человечества. То есть мы должны смотреть на два шага вперед. На два больших шага вперед. Первый шаг, который смотрит вперед, это создание сверхтехнологий, которые позволят нам достичь бессмертия и трансформировать окружающую среду, путешествовать по Солнечной системе и к звездам. Но второй шаг, как мы должны посмотреть, какие будут последствия создания этих технологий, как они могут быть ошибочно применены. И именно сейчас мы должны смотреть уже на эти два шага вперед, а может быть и на три, и понять, в чем третий шаг. Для того, чтобы выбрать правильную стратегию освоения сверхтехнологий, которая позволит избежать глобальной катастрофы. Оценки, которые проводились различными учеными, исследовавшие глобальные риски, показывают, что глобальные риски имеют вероятность около 50% в 21 веке. То есть это средняя такая оценка, которую дали шесть ведущих специалистов, которые говорят, что в любом случае это десятки процентов вероятности глобальной катастрофы, причем не просто какого-то малоприятного события, а именно такой глобальной катастрофы, которая приведет к полному вымиранию человечества. А полное вымирание человечества делает невозможным какое-либо воскрешение, какое-либо бессмертие, в отличие от какой-то небольшой катастрофы. Таким образом, мы должны сосредоточить свое внимание на превращении глобальных рисков и наибольшие глобальные риски связаны с ошибочным применением сверхтехнологий, то есть с ошибочным применением биотехнологий, нанотехнологий и созданием недружественного искусственного интеллекта, который не будет иметь своей целью сохранения человека, не будет иметь своей целью бессмертия человека, а будет иметь какие-то другие цели. И если этот недружественный искусственный интеллект имеет какие-то другие цели, то фактически человечество обречено. Поэтому именно сейчас пора думать вперед о том, что будет дальше. Спасибо за внимание. Природа гибнет, биосфера помножена на ноль, ничего не осталось, никаких ресурсов. И о каком бессмертии можно говорить, когда перенаселение произойдет и вообще полный кошмар. Чтобы понять, так это или не так, я хочу дать слово Сергею Крещевскому, профессору, летчику-космонавту, экологу, который расскажет немного о нашей с вами планете и о том, что на ней происходит и что можно на ней сделать. Сергей, пожалуйста. Спасибо. Но я летчик-космонавт, который готовился к полету в космос, но не слетал. Но тем не менее, должен сказать, что впервые за многие годы мне приятно быть на таком митинге, не политическом, а здравом, который провозглашает наше право на жизнь и возможность достижения этой цены. Я благодарю за приглашение и давайте вдумаемся, действительно, окружающая среда, природа, которая уже не вмещает нашу деятельность. Что делать? Какими мы должны стать, чтобы хватило на всех ресурсов, денег, воздуха, воды и так далее. Мне кажется, что проблема поставлена совершенно правильно. И если мы попытаемся смотреть вперед, далеко в будущее, то мы должны прежде всего выжить сами, что возможно только в балансе с окружающей средой. То есть сохранить и себя, и наш мир, пока мы не научились быть принципиально технологически другими. Мы не выпрыгнем из биосферы. И с другой стороны, мы должны остаться людьми. То есть стать новыми, стать человеком, может быть, не только земным, но и космическим, но и остаться самим собой. Поэтому эти проблемы долгоиграющие. Наверное, нашим политикам, экономистам и многим другим это пока мало интересно. Но если мы сможем сконцентрироваться, и как говорит Кастанеда, мысли форма и точка сборки, если мы эту мысль сможем сконцентрировать и двинуть в будущее, наверняка все получится. Мне кажется, что проблемы окружающей среды, они тесно связаны не только с формальным балансом ресурсов, денег, каких-то интересов, но и в том, какой смысл мы вкладываем в понятие жизнь, живое, что мы можем и должны делать каждый из нас на этой планете. Конечно, кто-то может идти к валютарной постановке, считая, что вот там есть золотой миллиард, золотой или бриллиантовый миллион, или какая-то там супер, какая-то тысяча, которая должна обеспечить себя. Мне кажется, мы должны отказаться от этой элитарной постановки и думать о том, как обеспечить право на жизнь для всех и каким образом преодолеть это понятие смерти. Мне кажется, что новые технологии, самое главное, наша общность, наше понимание жизни как высшей ценности позволят нам все это сделать. Но для того, чтобы это реализовать, как правильно уже говорил один из наших участников, необходим комплексный системный подход. Я призываю, особенно молодежь, мы-то уже люди другого поколения, смотрим, как передать этот факел, что можно сделать в этой жизни, чтобы действительно процесс пошел. Я приглашаю молодежь активно в этом участвовать, и мы можем, сообща, сделать очень важное и необходимое дело. Спасибо вам.